здравствуйте александр а вечер добрый давненько не виделись может это и к лучшему ну да наверное я даже не вижу смысла особо записывать что-то у нас с вами такой был длинный разговор в тот раз что как бы надоедать зрителям одним и тем же контентом вроде как не особо то интересно хотя не так давно вас слушал даже что-то такое хотел вам высказать но сейчас уже забыла ну что же это было то как обычно как обычно что ваши дети там будут помнить и там внуки в общем будут нам не простят вот что-то вот в этом духе наверное все таки было будут вот это уж точно я за знаете так подумал что ну вы понимаете люди то вот мы воевали там с немцами там еще с кем-то вы с кем только вообще не воевали если так посмотреть но как-то вот ничего потихоньку все отошли люди накаляются до кровь кровь поступает в голову да эти от немцев ведь мы ожидали этого и очень многие люди ожидали это от немцев да кто же вам такое сказал то что ожидали бабушки и дедушки вот мне бабушка рассказывала что говорит я говорит чувствовала войну потому что говорит вот была атмосфера такая военные марш и постоянно вот это вот таскать милитаризация это чувствовали что что-то такое будет а в украине вы не чувствовали на что от вас мы такого целая куча населения настроена абсолютно антибандеровский что называется пророссийский вот я это знал знаете мне одноклассница писала из луганской области еще году наверно в 2008 лет десять назад до писала что все давно здесь уже ждут когда россия придет понимаете в 2008 году писала моя одноклассница быть какой-то и вы вокруг вы можете что-то упустили зрение вы лично за себя можете может быть говорить потому что вы что-то уже в изоляции живу но в этой вызову вот про ту же женщину говорили которые там сын на донбассе сражался понимаете и погиб что называется вести которая там вас военной форме не переводится сыном они же не могли себе представить что это будет а кто мог вообще представить что это будет я же об этом я вот слышал версию понимаете я тоже как бы не во всем уверен до конца я слышал версию интересно у нас вот блогер новый ну как он наверно давно уже но я его недавно увидел он рассказывал что на самом деле это вообще было то что на донбассе это была война олигархов что всякие там коломойские хотели отжать у донецких там что-то какие-то их активы и послали туда а донецкие свою очередь организовали вот это вот в том числе и стрелкова они подтянули как бы под под пророссийскими лозунгами они подтянули туда и по факту государства российская она вписалась только где-то уже к во второй половине лета во всю эту историю по-настоящему а поначалу не хотели тоже в это все втягиваться вот ну что касается донбасса именно что касается крыма здесь все понятно было самого начала я ждал это выгодная точка зрения для россиян и для сми российских и какая вы сказали удобная да очень выгодно и в российских сми это не не озвучивается а что касается россиян не то что даже сми а вот ну на уровне слухов и тогда это может не артикулироваться в очень выгодная для вас я понимаю я понимаю что позиция выгодная для нас и все остальное но я как россиянин я не считаю что я вам или кому-то там луганскому то вашему там сергей иванычу должен или тем более вашему порошенко должен верить больше чем другим людям там тем же русским блогерам там или я не считаю что например я сам не был и не знаю вас в чем-то убедить да я понимаю я понимаю просто вы верите в свои версии которые удобны вам а мы извините верим версии и мы и мы и вы смотрим на все это знаете так немножечко внула части из зрительного зала что называется но вы участвуете да еще немножечко во всем этом действии так сказать вы играющий тренер там что называется это так ваше участие не знаю уж насколько она там влияет на что-то но по сути даже люди которые убивают там друг друга на линии огня они не знают всей правды что там на самом деле затевалась они убивают друг друга и не знают всей подноготной вот этой вот истории понимаете изначальной их накормили лозунгами что о украина вперед там слава там слава нации по надусе там и все дела наших здесь чему-то там тоже нашим дали что-то какие-то так сказать установки вот у каждого своя вера по сути понимаете как католик с гугенотом опять сошлись в бою вот я вам говорил три мошкетера вот посмотреть третью серию там самом начале вот четко все про это рассказано вот я вас вас настойчиво так сказать прижимая чай на простой метод который достаточно использовать это кто агрессор а кто защищается вот ну понимаете для кого-то агрессор российская федерация для кого-то агрессор в силу которые пришли на их землю донбасса там я понимаете для кого-то америка агрессор про уничтожение еврейского населения что уничтожение также говорили не вы хорошо меня слышите сейчас сейчас понял дачу вы видите но сейчас можно также такую же логику использовали немцы когда уничтожали еврейское население такого же уровня мы людей по национальному признаку никто нигде не уничтожает вы вы ищете удобную вам аналогию сейчас так александр налогию вы ищете удобную вам аналогию что это вот давайте сравним и уже сразу жачно ассоциация что это нацисты можно размазывать о том что и оправдывать уничтожение еврейского населения тем что евреи всю жизнь паразитировали что они сами виноваты а давайте пойдем в историю и так далее тут ничего нового с вашей стороны ну я говорю что вы подбираете специально аналогию которая вам это уже показывает на лази она показывает черной стороны она с белой она с черной это не хорошая аналогия это не а ну понятно никто не уничтожает никакого населения жал люди просто они не конслулают можно не было развивать что что произошло понимаете и понял вот вам конечно удобно до изображать нас там расистами на шестами там лживыми подлая это сказал понимаете да это господи это все можно услышать от ваших блогеров просто вот сплошь и рядом понимаете вы заняли позицию удобную вы себя поставили на сторону света а нас объявили стороной тьму если вы страна агрессор то даже вас я получаю критику за то что я миндальничаю с такими как вы понимаете я как зачем я считаю что я пытаюсь я считаю что я пытаюсь хотя бы пытаюсь объективно смотреть на вещи понимаете вот вы даже не пытаетесь этого александр хотя бы вроде бы человек не глупый и может быть глубине души а вы хотите переубедить что ли я вас не переубедить я хочу я хочу да я просто хочу донести конечно же таки же как и вы позицию просто вы и ваш вы пытаетесь зарядить людей на ненависть как моя пытаюсь на за смысл за вашу попытку донести вашу позицию как бы к вам что что вы же должны понимать как мы к вам относимся вы да вы на стороне ненависти свою позицию вы как бы ваша цель это возбудить ненависть наша цель а вот это дать людям возможность моя цель здравый сад сада понимает оправдать эту не оправдаться а немножко поймете мне не за что оправдываться не я не принимал этих решений мне лично не за что оправдываться вот абсолютно перед вами я не принимал решение я я да я душой это поддерживаю я считаю это справедливым него и не войну на донбассе я поддерживаю то что крыма это россия прежде всего что касается войны на донбассе конечно же здесь много очень постыдных и неприятных вещей которые произошли и я не знаю всей правды что там случилось я считаю что мое государство могло этим людям лучше помочь чем то что сейчас они имеют и я считаю что это вопиющая несправедливая потом будет если это не будет сделано это будет очень плохо вывозить на кладбище ваших убитых их там нетов ой да ладно еще проектом нетов там очень чрезвычайно важно это одна из украинских популярных легенд про то что там хоронят в братских могилах наших убитых их там нетов это знаете а затем хорошо продается у вас а зачем мне это не надо рассказывать потери российских война это вообще из другой и из другой и оперы и оперы зачем путин за поймите что когда была война в чечне про убитых и раненых своих знакомых 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 узнавали всегда все в городе все знали примерно сейчас нет ничего даже близкого понимаете даже близкого нет на то что было тогда понимаете и не и не потерях не то что ты там кого-то знаешь вообще по это не слышно ни слухом ни духом а слухом земля полнится понимаете я и это вам любой россиянин скажет любой не только я любой скажи и кого-то может быть кто-то служил до важна и очень изменились с тех пор вы считаете что указ путина о засекречивании потерь ваших я думаю что мирное время был случайен в начале он мало на цена я не знаю может быть случайно может не случайно как бы но я думаю что он советском союзе засекречивали еще больше а тем не менее про афганистан знали все и песни пели про то что парень погиб в афганистане там и про девушек рассказывали которые ждали ждали а он не пришел и про все на свете понимаете и знали это все хотя это все происходило скажем вот в моем детстве до 79 там года и по 85 скажем 87 лет то есть лет десять это все длилось да и знали все уже лет через пять уже все это было и про афганистан и про песни про пешавар там знаете илья муромов там вы помните это все прекрасно вот пела что-то полный тюльпан а сейчас понимаете нет ничего это вот именно поэтому как вот немцев которые рассказывали что они ничего не знали что происходит опять немцы вы все вы прямо себя видите на развалинах рейхстага александр рейхстага кремля да 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 то есть вы примерно на стене кремля будете писать дошли там все такое развалина кремля удовлетворен я понимаю эти ваши все мечты вы знали вы же не а человек надо было сделать подарок вы в реальности может быть когда вернет не думали вернуть сделать подарок вернуться в реальность холмой художник нарисовал совершенно русскому человеку бывшему кстати гражданину российской федерации нарисовал картину художник такой уличный знакомый который вот карандашиком там портреты пишет он нарисовал развалины кремля и этого человека в воен за это плане который держит за руку своего ребенка сына и показывает рукой вот так вот вниз что смотри сынок вот это вот она александр это сейчас ходовой товар на украине это это хорошо продается потому что украинцам нравится смотреть на картинки с развалинами кремля знаете с азию канаде на дал человек был ранен на фронте он не взял денег я не знаю взял не взял просто я вам понимаете это все сладкие мечты но вы же понимаете что к реальности они отношения имеют очень мало вот когда они в принципе как бы я понял когда нужно вернуться в реаль джим пал то каким самым немецкий немецкий ну вот третий рейх когда боже мой вот как вы любите этот третий рейх приложит а ведь немцы уже тоже освободили от этого режима да у нас не третий рейх александр ну хватит этих фантазий ну сколько же можно то я понимаю что вам не третий на государство я понял ну а режим у нас современная буржуазная вполне себе государство вполне себе расслабленная во многом так сказать вот такое знаете не нет никаких там людей повернутых там на всю голову вот то что вам рассказывают да но нету этого понимаете есть может быть какая-то часть супер патриотически настроенных граждан но это ничего общего не имеет в темного что вы видим немецкой хроники посмотрите посмотрите немецкую хронику вот ну вот сейчас посмотрите вот в реальной российской до жизни этого не может быть просто вот люди там были вдохновлены понимаете они были прямо видно на не у них любовь в глазах ну что ж лук ой господи да это это какая-то понимаете это толпа фриков идет небольшая там вот да это ваша я еще потом распечатываю обязательно съезды и молодежь вашей юноармии нет но молодежную работу какую-то виду ну конечно эти ложки гитлер юрген какие-то общественные организации слушайте у вас вообще национальный корпус так что я была на вашем месте бы не стать я ему помогаю особо отдельная организация так сказать но я я видел как они сегодня полицию били вашу в киеве на шлепки делали до на шлепки знаете понимаете это прекрасные ребята национальный корпус а вот это политическое вот это вот крыло мне не понравилось а вот полкозов очень классные ребята тоже классные ребята у них вольфсангел такой чисто славянский символ вот это вас не волнует юна армия вот это не волнует господи вообще не волнует вообще ни капли я полная это я не сомневаюсь вообще нисколько это пол во первых это и поэту юна армию вот вообще у меня знаете очень много знакомых детей учатся в школе они по юна армии не знают вообще ничего слава богу ну просто слава богу не слава богу но это где-то какая-то юна армия где-то проходит сообщественная работа знаете там юна ты там юна армия там еще какие-нибудь понимаете тимуровцы а там красные следопыты вы знаете вы в школе учились вы же помните это все какая какая чертям юна армия вообще школьникам надо вообще нету никакой юна армии я понял нет это есть не буду есть юна ты есть юна армия давайте посмотрим юных натуралистов там или я не знаю любителей я понял вот это самая мысль понял то бросит может еще встретимся ну